Добрый вечер! За подарками, судя по намечающимся предновогодним пробкам, нужно ехать уже завтра. Я, пожалуй, так и сделаю. Ну а прямо сейчас к событиям пятницы. И сегодня вот о чем. Соленая зима. Есть ли альтернатива привычным антигололедным смесям? Пермским НКО обещали поддержку. Общественные инициативы обсудили на форуме. В очередь за солнцем события в Таиланде не остановили пермяков. Прикладная астрология. Что нас ждет в год лошади? Многие мои знакомые, возвращаясь домой с поездок по Северной Европе, рассказывают, как там посыпают дороги зимой мраморной или гранитной крошкой. И никакой тебе грязной каши под ногами и под колесами. Почему мы не можем до сих пор найти альтернативу песко-соляной смеси? Выяснял Денис Пальчиков и даже слоган придумал. Зимой без песка, весной без пыли. Как только наступает зима и речь заходит об антигололедных реагентах, пешеходы начинают жаловаться на испорченную обувь, а водители вспоминают грязную жижу, летящую из-под колес и изъеденные коррозией кузова. И такая картина повторяется из года в год. Неужели нет альтернативы? Есть. Разновидностей химических реагентов много. Например, такой противогололедный материал, как биореагент, имеет высокую эффективность и действует при низких температурах. Это многокомпонентный противогололедный материал, в который входят 4 компонента. Это смесь солей, плюс ингибиторы коррозии и биофильные элементы. В случае, если снег с нашим противогололедным материалом попадет на почву, почва не будет засаливаться и будет чувствовать себя комфортно. Как работает химический реагент? Нужно равномерно рассыпать его на снег, и через 15 минут снег начинает таять. И уже потом метлой можно расчистить дорожку до асфальта. В основном его используют частные фирмы. У всех антигололедных материалов есть свои минусы и плюсы. Это либо их дешевизна, но вместе с тем малая эффективность, либо большая стоимость, зато отличное качество. Во многих европейских странах в качестве средств для борьбы с обледенением используют более экологически чистые продукты – гранитную и мраморную крошку, которые препятствуют скольжению. Эти материалы наносят меньше вред окружающей среде, кроме того, их можно использовать вторично. Но опять существенный минус – цена. Поэтому наши благоустроители не спешат отказываться от песко-соляной смеси. Нормативными документами города и муниципальными контрактами между муниципальными казенными учреждениями районов и подрядными организациями предусмотрено использование материалов химических реагентов типа галит до температуры минус 15 градусов, а температура ниже уже используется песко-соляная смесь. С другой стороны песок солью образует грязную кашу, которая отравляет жизнь пермякам не только зимой, но и весной, когда вся эта смесь остается на дорогах и превращается в тонны пыли. Так что такая экономия нам дорого обходится. Денис Пальшиков, Дмитрий Маклыгин, телекомпания «Ветта». Всякий раз, когда предлагаешь хорошую идею, находится человек так десять, которые давно уже думали об этом, про себя. Но, как говорится, кто первый, тому и слава. В Перми возобновили традицию открытого диалога общественников, власти и бизнеса. Олег Хватский вернулся с форума. Инициативные и неравнодушные, таких на форуме большинство, каждый успешен в своей сфере. Проблемы молодежи и межнациональное согласие, информационная открытость власти и защита трудовых прав пермяков – это далеко не вся повестка дня двухдневного марафона. Пермь вновь стремится стать законодателем мод в сфере гражданских инициатив. Девять лет спустя в этих же стенах экспоцентра «Пермская ярмарка» открыта площадка для диалога власти, общества и бизнеса. В 2004-м здесь получили путевку в жизнь многие проекты, ставшие знаковыми для Перми. Значима роль муниципалитета в поддержке общественных инициатив, ежегодные городские премии, общественное признание, преодоление, поддержка добровольческого и волонтерского движения стали примером для других городов. Востребован местный опыт и на общероссийском уровне. Пермь – уникальный город, где накоплен большой опыт взаимодействия с социально ориентированными некоммерческими организациями. Уже более 15 лет в Перми действует программа социально значимых проектов. Город – это мы. У нас есть что рассказать, у нас есть с чем поделиться. Так пермские органы территориального самоуправления на деле стали авангардом гражданской активности горожан. Общественные лидеры совместно с властью решают конкретные проблемы пермяков в каждом микрорайоне, в каждом дворе. А площадка форума стала местом обмена мнениями, опытом и идеями на будущее. Мы сейчас проанализируем состояние взаимоотношений между властью и обществом и определим, а что на новом этапе развития России мы должны делать. В первый день форума на площадках преобладали официальные доклады. Во второй диалог перешел в неформальную дискуссию. Гражданские активисты за утренним кофе с мэром Игорем Сапко перешли к прямому обсуждению общественных инициатив в рамках фестиваля «Городской гражданский вернисаж». Как результат, по оценке самих участников форума, получилось главное. Удалось задать вектор развития так называемого третьего сектора пермских некоммерческих организаций. Олег Хватский, Иван Ворончихин, Евгений Гилев, телекомпания «Ветта». Пермские туристы пока неохотно отказываются от поездок в Таиланд, столица которого охвачена беспорядками. Прямого запрета со стороны МИДа и Ростуризма на поездки в эту экзотическую для нас страну нет. Есть лишь рекомендации. Вот мы бы хотели поехать в Таиланд, а скажите, пожалуйста, какая сейчас политическая обстановка? То есть по телевизору говорят, что там различные митинги проходят. Марина Каун со своей подругой всегда мечтала о поездке в сказочное Юго-Восточное Королевство. И даже с отпуском всё срослось. Но события последних дней несколько смутили девушку. Неужели придётся отменить долгожданное путешествие или перенести отпуск? Эта тема на сегодняшний день очень актуальна. Я вам с уверенностью могу сказать, что отдых наших туристов и политическая обстановка в Таиланде нисколько не мешает отдыху. То есть люди очень активно спрашивают это направление. С каждым годом туристов становится всё больше и больше, и вы можете абсолютно не беспокоиться. Нашего пермского туриста трудно чем-либо напугать. Ни беспорядки в северных африканских странах, ни наводнения и цунами в Азии, ни вулканы в Европе не останавливают людей. А некоторых любителей экстрима ещё и привлекают. Так что митинги, происходящие сейчас в Бангкоге, если отражаются на общем потоке туристов, то крайне незначительно, отмечает Ксения Заяц. Так как всё-таки все понимают, что если будет что-то серьёзное, наше правительство сделает форс-мажорное объявление, то есть о том, что это форс-мажор, о том, что мы летать туда не можем, пока официальных запретов не было. То есть ни туроператоры особо никак это не комментируют. Ну и, соответственно, туристам мы тоже чёткой позиции себе сказать и дать не можем. Чтобы получить информацию с первых уст, мы отправились в международный аэропорт Перим, где нам удалось встретиться с пассажирами рейса, который прилетел из патайского аэропорта Утапао. Люди, в принципе, всё с счастливыми лицами на демонстрациях выступают, выходят. Поэтому никаких прямо драк или там каких-то столкновений там не происходит. На экскурсии в Бангкок отменили действительно, и мы летели из другого аэропорта. Мы летели из Утапао, а должны были из Бангкока лететь. В Бангкоке не были. А почему? Потому что мне позвонили родственники и сказали, что там какие-то митинги приходят. И мы тогда не поехали. Мы отдыхали на островах, ездили на экскурсии по Патайе. В Бангкоке было всё спокойно, всё хорошо. Вот это замечательно просто. Эти туристы возвращаются домой, их места на борту занимают другие. И вот уже через три часа самолёт набирает высоту. Очередные 300 человек говорят зиме до свидания, чтобы через 9 часов их встретила страна тысячи улыбок. Елена Серёгина, Ритис Бараускас, Владислав Рашидов, телекомпания «Ветта». Если мы хотим достичь какого-то согласия с природой, то нам в большинстве случаев придётся принимать её условия. Год экологии в России завершается. Для кого-то это было лишь формальностью. Ну а кто-то принимал участие в самых разнообразных форумах, конференциях, фестивалях и акциях «Зелёных». В Пермском зоопарке произошло уникальное событие. Родился слонёнок. Это действительно большая редкость, когда при нашей-то экологии рождается слонята. Тем более у лисы. Экология и КВН. Сегодня возможен и такой формат. И, судя по количеству заявившихся команд, популярный. За кубок сразились пять школ индустриального района. Сыграли три конкурса. Визитка, капитанский и разминка. А струмнее всех оказались ребята 132-й школы. К игре они готовились две недели и за это время сдружились. Мы очень рады, что мы сегодня победили в этом замечательном конкурсе. Мы не ожидали, что мы выиграем. Да. Там были такие простые ребята. Да. Очень было трудно соперничать с ними. Но мы справились. КВН стал заключительным этапом седьмого открытого конкурса школьных экологических проектов «Перем. Мастерская будущего». Конкурс традиционно проводится предприятием «Лукойл» «Перемнефтьорксинтез» совместно с управлением по охране окружающей среды Пермского края и администрацией индустриального района. Основные критерии – это, конечно, поддержание той темы, которая сегодня заложена. Это вопросы охраны окружающей среды. То, что сегодня мы делаем, это заложить частичку, именно, как сегодня принято говорить, зеленого отношения к окружающей среде. Год экологии завершается и время подвести итоги. За 2013-й в Крае успели провести более 14 тысяч подобных мероприятий. Цель у всех одна. Я думаю, вот такие мероприятия – это возможность с самого маленького возраста понимать законы природы и пытаться соблюдать эти законы. Седьмой конкурс «Перем. Мастерская будущая» передал эстафету восьмому. А юные экологи индустриального района, чьи проекты были отмечены в этом году, мечтают принять участие в молодежной программе Пятого Всероссийского съезда по охране окружающей среды. Руслан Пепеляев, Евгений Белев, телекомпания «Ветта». От балета до куплета – такой он дворец культуры имени Кирова. За год кружки и секции посещают почти тысячи человек. Дворцовая жизнь Перми в репортаже Юлии Чистых. Джунгли этого зимнего сада напоминают дендрари во дворце Калинина, про который мы рассказывали вам в прошлом выпуске. Но это другой дворец – дворец имени Кирова, который находится в Закамске. Дело в том, что два этих здания строили приблизительно в одно и то же время и по типовым архитектурным проектам. Но, несмотря на сходство, все-таки они совершенно разные. Не хочется повторяться с предыдущим сюжетом, но согласитесь, пройти мимо такого ботанического сада невозможно. Тем более, когда на двоих глазах играют свадьбу. Яна и Сергей решили обручиться здесь. Не под Лианами, конечно, а в соседнем зале. Мы себя чувствуем, как во дворце. Конечно, когда дворец строился в 67 году прошлого столетия, никто не предполагал, что он станет еще и местом для бракосочетаний. Вообще, его открывали к 50-летию Великой Октябрьской революции для рабочих завода имени Кирова. Наверное, многие еще помнят, как на берегу Камы среди высоких сотен появилось это монументальное творение. Здесь, по цене Муз, жители Кировского района отмечали все праздники, награждали победителей соцсоревнований, вручали награды Родины. А раз-то покрасивая нога, давай, вздошик и три упали, сидим, тянемся вдаль. За этим станком старательно тянут носочек юной балерины, между прочим, продолжательницы традиции известного в пирме театра балета дивертисмент, имеющего звание народного. Театру уже 40 лет кто-то из танцовщиц уже выпорхнул в легком пируэте на большую сцену. А у этих маленьких лебедей все только начинается. Признаюсь, я и сама в детстве мечтала стать балериной, но, взяв мастер-класс у преподавателя Пермской академии наук, поняла, что правильно отказалась. То, что хочу предложить, это не самое простое, но самое красивое и эффектное, то, что используется во многих классических танцах. Это прыжок-сесон. Встаем мы вот так. У нас положение подготовительное, правая ножка сзади. А раз, два, а раз, два, раз. Ну что, походи на Майя Плесецкую? Почти, почти. Еще 10 лет занятий, и Майя Плесецкая будет поражена. Конечно, Майя Плесецкая из меня не получится, но из этих девушек, кто знает, может, выйдут мировые примы. Клянусь, мы будем жить с тобой, как в сказке. Мы будем ворковать, как голубки. Но улыбнись, сострой скорее глазки. Не надо. Выше интонационно, пожалуйста. Ласки. Исторический дворец был тем местом, где от души могли повеселиться и старый млад. Вот и Людмила Ильиных с Анатолием Пермяковым уже на пенсии, а с песней не расстаются. Она в прошлом инженер-конструктора, он художник, а в настоящем солист инородного академического хора. Там девица, там девица гуляла, там девица душа радость гуляла. Кто не любит оперу, добро пожаловать на русскую народную песню «Под горонь». Смотришь и любуешься, ай да бабушки, как из добрых русских сказок. У них даже коллектив называется «Ай да мы». Говорят, они самые активные гастролеры. Но в преддверии Нового года все гастроли отменяются. Дворец всецело настроен на поднятие настроения пермякам. Детям новогодние елки, взрослым на Рождество концерт. Там будет все, что мы показали, и даже больше. В общем, есть повод заглянуть во дворец на огонек. Юлия Чистых, Дмитрий Мелкомуков, телекомпания «Ветта». Гороскоп – это, конечно, сугубо индивидуальная штука. Но все же интересно бывает послушать астрологов. Хотя бы из чистого любопытства. Чего нам ждать от года лошади? Каким он будет? Попробуем заглянуть в будущее прямо сейчас. С каждым днем обороты набирают ажиотаж, и различные виды лошадей пользуются спросом все больше. Пермский магазин ансимвол Нового года уже начал приносить пусть неудачу, но доход – это точно. Фигурки, сувениры в преддверии главного праздника расходятся хорошо. А вот чего ждут наши граждане от 2014 года «Синей лошади». Так как я сама родилась в год лошади, я надеюсь, что этот год принесет удачи, силы людям. Собственно, надеюсь, что в следующий год лошади будет очень хорошей для меня. Я думаю, что у нас у всех сбудутся все наши желания. Хотя синяя деревянная лошадь в природе, конечно, не встречается, но с точки зрения китайского календаря тут нет ничего экстраординарного. В следующем году энергетика сильной и живой лошади придет на смену хладнокровной и медленной водяной змеи. Так что придется крепче держаться в седле, считают астрологи, и тогда все получится. Год лошади «Синей лошади» по их исчислению наступает 31 января в 3 часа 40 минут нашего местного времени. Все больше и больше будет среди нас людей, которые могут на своем собственном месте вдруг увидеть какие-то возможности, независимо уже от мужчины и женщины. Просто свое место – это тоже больше лунное, как бы, инское начало. Все более по-хозяйски распоряжаться тем, что есть, все больше получать от этого удовольствие. Можно предсказать, что будут крайности локальной войны и локальный мир, движение вперед и движение назад, безопасность и уязвимость. То есть, деловое и личное, работа и дом будут всегда на противоречиях. Человек будет возвращаться к прошлому и стремиться к будущему одновременно. В общем, проще сказать, духовное и материальное в этом году проявится максимально и до крайностей. Время золотой середины, дипломатии и планирования закончатся вместе с годом водяной змеи. Но в целом, в китайской астрологии год лошади считается удачным. А больше других, говорят современные звездочеты, повезет людям с хорошей интуицией. Полина Рифа, Ритис Бараускас, Влад Рашидов, телекомпания «Ветта». Сюжеты в любое время доступны на нашем сайте «ветта.тв». Далее вас ждет прогноз погоды. Я же Максим Суханов с вами прощаюсь. Хороших выходных. Оставайтесь с нами. Субтитры предоставил DimaTorzok